С 1 июля вступают в силу поправки в правила дорожного движения, касающиеся в том числе и пешеходов. Согласно нововведению, в вечернее время граждане, двигающиеся пешком вдоль трасс, должны иметь на одежде светоотражающие элементы. Об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. С 1 июля в России начинают действовать очередные поправки в правила дорожного движения. Теперь водителям, которые повторно попались за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, грозит уже не просто административное взыскание. А уголовное наказание. Повторная езда пьяным стала уголовным преступлением с лишением свободы на срок до двух лет. Также на три года придется попрощаться с водительским удостоверением. Повторным нарушение будет считаться в том случае, если с момента истечения предыдущего взыскания прошло не более года. Кроме того, по новым поправкам, пешеходы при движении вдоль загородных дорог должны будут иметь на одежде светоотражающие элементы. Очередные изменения в пенсионное законодательство готовят в Министерстве финансов. Часть предложений из пакета документов уже одобрили в правительстве. Так, в ближайшие годы индексация пенсии будет ограничена 5,5%. Еще одно изменение работающим пенсионерам, чей ежемесячный доход превышает 18 тысяч рублей, не будут выплачивать пенсию. Кроме того, Минфин предлагает переложить обязанности по уплате пенсионных страховых взносов с работодателей на работников. Налоговые выплаты для семьи, где есть дети-инвалиды, могут увеличить. Законопроект рассмотрят в Госдуме. Предполагается, что с 1 января следующего года размер ежемесячных налоговых вычетов вырастет. Это коснется семей, на обеспечении которых находятся дети с ограниченными возможностями до 18 лет или учащиеся очной формой обучения в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами первой или второй группы. Субтитры создавал DimaTorzok